В теплице у Натальи Петровны работа идет круглый год. Выращивать здесь овощные и цветочные культуры начала ее мама в 1952 году. С тех самых пор продажа рассады – маленькое семейное дело. Это вот именно для грунта идет перец. Вот это тоже для грунта, уже посажены эти помидорчики. Они только вот недавно, они еще малышки. И вот они, вот видите, какие маленькие еще. Они будут готовы где-то числа 3 июня, где-то, ну да, к концу мая примерно. Чтобы вырастить хорошую рассаду, нужен соответствующий уход. Однако никакими лампами или специальными растворами, которые стимулируют рост, Наталья не пользуется. Ее секрет в достаточном поливе и своевременной пикировке ростков. Вот семечку мы посадили. И вот смотрите, вот это эффект. Это на улице уже помидоры. Вот они уже взошли, а потом мы их пикируем. Вот так вот берем. Вот так вот они берутся, все помидорки. Кассети примутся, поднимутся, начнут чуть-чуть смыкаться между собой. Тогда они уже пойдут в стаканчик, который уже пойдет на продажу. Спешить с покупкой не стоит. Высаживать рассаду в открытый грунт лучше в конце мая, начале июня. А чтобы из множества сортов, представленных на рынке, выбрать действительно качественный товар, нужно знать несколько правил. Если стволик достаточно жесткий, значит такое растение и перенесет и пересадку хорошо, и такое растение доедет до вашей дачи тоже хорошо, не будет травмировано и не поломается. Это, наверное, самое главное условие. Если на нем есть какие-то дырочки, отверстия, значит тут похозяйничал вредитель. Это не самое лучшее для рассады. Но если растение вот с этой стороны, вы посмотрели внимательно, нет никаких вредителей, то это тоже говорит о том, что рассада хорошая. В продаже часто встречаются поникшие ростки. Светлана уверяет, это не дефект. Просто растению некомфортно находиться в комнатных условиях. А вот огурцы нужно выбирать понежнее. Ощупывать растение нежелательно, если нет белого налета или пятен на листьях, а корневая система богатая, можно брать. Что же касается цен на рассаду, в этом году они увеличились почти на 20%. Один куст овощных культур стоит от 25 до 40 рублей.